Как говорится, с Новым Годом, друзья! В общем-то, он наступил, и в понедельник начнется работа, начнется стремительное ожидание ближайших каникул, сбор денег, борьба с венесерствами, и, в общем-то, все, что, в общем-то, наверное, во время летних каникул немножко затухло. Мое сообщение будет интерактивным, поэтому я сразу прошу вас подготовить мобильные телефоны. Они у вас есть? Есть мобильные телефоны? Отлично. То есть обычно, опять-таки, говорится о том, что, пожалуйста, выключите. Нет, сейчас я вас прошу их достать и держать их наготове. Итак, взгляд в будущее или что будет, если? Когда мы начали обсуждать вообще всю мракописию с реформой образования, и когда мы на очередном заседании комиссии в Сейме пытались убедить, не убеждая его в том, что ребята, это бред, и они проголосовали единогласно, будто нас вообще там не существовало, нет, ну как, на одну согласие голосовал против, но те, к кому пытались достучаться, они проголосовали так, как будто бы нас там, в принципе, не было. Стало ясно, что, в общем-то, необходимо говорить с теми, а кто является, ну скажем так, выгодополучателями от образования. Потому что тезис о том, что образование касается не только школьников и родителей, для меня он, ну, в общем-то, базовый. Вы согласны с тем, что образование касается не только школьников и родителей? Да? Хорошо. Можно дать следующий, пожалуйста, слайд? И мы разработали тогда такой формат, как, на самом-то деле, в классике диалог с гражданским обществом, потому что образование, как и медицина, касается каждого. Родителям нужны образованные счастливые дети. Ну, в общем, тут, как бы, вроде, все ясно. Что нужно студентам от образования? У нас тут есть студенты? Есть. Есть. Что нужно от образования студентам? Школьнику. Связь с бизнесом. Вот, вы сразу давайте корочка, отлично, а еще? Актуальность. Актуальность, логично. Учащемуся, наверное, то же самое, да, Таня? Что учащемуся? Ну, вот ты в школе же еще учишься? А, нет уже? А что школьнику нужно от образования? Ну, когда у школьника уже немножко в голове чего-то есть, он уже закончил началку, что школьник бы хотел получить, выходя из 12 класса? Гарантию поступления в дальнейшую учебную. В УС. То есть, в общем-то, гарантия поступления в УС, чтобы потом стать в очередь за корочки. Ну, логично. А бизнесу? Есть ли у нас кто-нибудь здесь, кто выступает с позиции работодателей? Что нужно работодателям от образования? Компетенция. Компетенция. Логично. А чиновникам? Тут у нас чиновники же тоже есть. Что чиновникам нужно от образования? Бюджет. Статистика на лозе. А органы управления государства, как вы думаете, что нужно от образования? Отчетность. Что? Отчетность. Отчетность? Ну. Налогоплательщик. Стасладом. Налогоплательщик. Ну, в общем-то, чтобы, по крайней мере, народ не уезжал. Но, в общем-то, ну, скажем так, какой-то идеальной модели, наверное, органов управления государством хотелось бы, чтобы уровень жизни повышался. Ну, вроде как, так должно быть. Ну, так вот, посмотрите, пожалуйста, у нас получилось тут сколько? Шесть. Шесть позиций, которые в большей или меньшей мере заинтересованы в процессе образования. Они либо включены туда, это как школа, педагоги, учащиеся родители, либо являются выгодополучателями. И мы запустили форсайт-сессии для того, чтобы, ну, скажем так, сейчас скажу грубо, столкнуть лбами то, что раньше не сталкивалось, для того, чтобы понять, где могут быть наши точки соприкосновения в интересах в образовании. И если родители, они понятны, то когда мы начинаем говорить с бизнесом и органами управления, либо с руководителями учебных заведений и с родителями, то тут оказывается, что точек соприкосновения их явно меньше, чем хотелось бы быть. И для того, чтобы понять, в общем-то, что же нам нужно, как нам сделать нас счастливыми, а не тогда, когда кто-то это решает, просьба в следующий слайд, я попросила бы вас сейчас включить ваши мобильные телефоны и сосканировать этот QR-код. Если вы включите его на камеру, то есть просто включите телефон на камеру, в режим камеры, и направите его на вот это вот, то он вам предложит открыть одну ссылку. Получилось? Да. У кого получилось? Отлично. Поднимите руки, у кого получилось сосканировать? У кого открылась ссылка? Не забываю. Отлично, хорошо. Есть, да? Да. Если потом у вас что-то не получается, вон там этот QR-код еще висит, мы к нему еще вернемся сегодня. Танечка открылась. Ой, Даня, открой ссылочку, да? Итак, Иль, вы на своих экранах видите мобильных телефонов? Ой, Иль, вы точно не этого видите? И не это? И не это? Мы сейчас, дополнительно, сейчас, когда откроется ссылка, мы дополнительно, потому что мы делаем мощные фонсайт-сессии, где обсуждаем интересы и запросы в образовании, мы делаем дополнительно еще исследования. Это, скажем так, это опрос, но даже не исследование, это первые зачатки опроса для того, чтобы понять, что нужно нашей целевой аудитории, целевой аудитории потребителей и образований, и участников непосредственно от образования и выделить проблемные точки. По идее, конечно, нужно делать в Министерстве образования исследовательские институты, но мы пока это делаем своими силами. И когда вы сегодня пришли, вам дали анкеты печатные, это один формат, который мы сейчас запускаем, и я хотела бы, чтобы мы сегодня здесь, сейчас прошли бы 5 минут времени потратили, чтобы пройти вот это исследование. Значит, пускай вниз. Итак, инсайты о будущем образовании. У вас есть вначале треугольник, то есть идея какая? Тут не будет социологических вопросов, где вы можете ответить правильный или неправильный ответ. Вам нужно будет внутри вот этого треугольника двигать вот этот вот шарик и выбирать то его место расположения, которое в наибольшей мере подходит к какой-то ситуации в образовании, с которой вы столкнулись. Здесь, пожалуйста, выбрать одну из предложенных ситуаций и подумайте над ответом из них. Здесь три варианта какой-то ситуации, с которой вы сталкивались с системой образования. Сейчас кто-то проходит, если это, кто-то заполняет это? Заполняется? Отлично. Отлично. Дальше мы поднимаем. У вас будет... Нет, в смысле опускаем. Опускаем. Да. Вам надо будет написать, продолжить предложение со слов однажды, где не надо писать текст на пять страниц, буквально пару предложений о какой-то ситуации, с которой вы столкнулись в системе образования. Два предложения для того, чтобы вы о ней могли бы вспомнить, что это была за ситуация. Далее. После того, когда вы напишите о ситуации, просьба, пожалуйста, отметить шариком результаты этой ситуации. То есть, что случилось? Как вам кажется? Можно дальше, в общем-то, не продолжать и вернуться уже тогда на презентацию и для чего мы это делаем. Те, кто заполняют, спасибо большое. Вы можете продолжить. Мы эти ответы получим. Они анонимные. Никто никому не придет. Вот. И... Следующий слайд. И по результатам тех форсайт-сессий, которые уже были проведены, у нас получилось вот несколько таких проблемных точек, которые, в общем-то, нужно решать сообща, объединяясь родителям с родителями, родителям с предпринимателями. Потому что... И помните нашу известную песню о сегодня, что для завтра сделал я, а что для завтра сделали мы, чтобы убрать проблему снижения уровня качества образования? Ее фиксируют все. Ее фиксируют родители, студенты, ее фиксируют педагоги, ее фиксируют эксперты. Инструмента для решения этой ситуации сейчас нет. Потому что ситуация новая, нужно делать шаг дальше. Что можно сделать для того, чтобы снизить уровень политизации и бюрократизации учебного процесса? Об этом также говорят администрации школ, на которых давят законодательными актами и реформами. Об этом говорят родители, которые по результату этого лишаются возможности выбора. Потому что даже частная школа сегодня у нас уже не может быть частной школой. Таким образом, бюрократизация и политизация образовательного процесса создает ситуацию, когда происходит подмена цели образования. Мы образованием решаем политические проблемы. Оттуда же процесс трудности сотрудничества с государственными учебными заведениями. Потому что бедные наши директора муниципальных учебных заведений просто зажаты в тиски. На них давят сверху, на них давят снизу, они давят на педагогов, педагоги давят на родителей, родители давят на педагогов. В общем-то, такой комок, в результате чего у родителей нет выбора. И самый страшный результат, который мы увидим, скажем, через пару лет, что происходит отток родителей их государственных школ. Родители ищут новые форматы получения образования для своих детей. В виде десантных курсов в виде, к сожалению, самодеятельности ряда частных образовательных услуг. Потому что есть профессиональные, которые, ну, предоставляются на самом-то деле профессионалами, а есть форматанство, самодеятельность. То есть, таким образом, опять мы делаем эксперименты на деле тогда, когда родитель не может вылечить перелом, если он не хирург. Но он не может этого сделать. Поэтому у нас растет количество псевдообразовательных услуг, снижается профессионализм педагогических кадров. Почему? Потому что только лузер пойдет в предвуз. Сегодня. У нас, конечно, заканчивают, заканчивают там ребята. И есть очень хорошие молодые ребята, но их недостаточно. Таким образом, общий уровень снижения педагогических кадров, он тоже имеется. И, что очень важно, неосведомленность родителей об истинных проблемах образования. Мы недавно запустили, вам надо подклеиться карта, мини-исследование того, а что родители хотят от образования. А могут ли они сформулировать запрос, а не говорить о том, что все плохо и виноват в этом он. И оказывается, что правда, у нас происходит определенная подмена. Обучаться на языке или изучать язык. Мы ищем варианты подстраивания или мы ищем варианты защиты себя. И с той же самой школьной формой, какие у нас есть права. Что на самом-то деле родитель должен знать и понимать об образовании. И, в общем-то, ради этого... Следующий слайд. Ради этого мы сегодня здесь собрались и мы приглашаем с гостью вступить в наше движение «Родители 20-25» для того, чтобы разработать качественно новые реформы в образовании и сделать такой костяк не массовый, но костяк родителей, которые смогли бы сетево образовывать других родителей и влиять на ситуацию. Потому что сейчас по результатам международных исследований качества образования Латвия находится, ну, не ниже Плинтуса, но где-то около Плинтуса. Вот. И нам кажется, ну, по крайней мере, мне и моему ребенку кажется, что это не то место, в которое мы должны быть с учетом нашего места расположения и интеллектуального ресурса страны. Следующий слайд. Отвечу на ваши вопросы. А, вот. Инструмент и перемер. Это то, что мы будем делать в нашей группе. Как нам начинать сотрудничать для того, чтобы решать те вопросы, те проблемы, которые были выделены. Вот. Поэтому мы будем работать с той картой, этой групповой работе. И на этом я заканчиваю. Буду надо ответить на ваши вопросы. И спасибо, кто прошел исследование и оставил свой отзыв. Следующий слайд. Спасибо, Маргарита. Вопросы? Игорь. 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 Игорь Пиминов. Ученников. Игорь. 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 Я могу ответить, потому что когда мы делали форсайт-сессию, мы отдельно приглашали именно руководителей учебных заведений, педагогов, то есть, конечно, в той большой карте работы, которой мы будем, они есть. Руководители учреждений, администрации школ выполняют законы, они на то наняты, они в этом плане являются людьми очень членами, я бы сказал, очень ряд. Вопрос второй. А вот скажите, пожалуйста, все-таки главный вызов времени для родителей, которые отдают себя своих детей в школы, осуществляющие образовательные программы национальных учреждений, это перевод образования на латышский язык. Резкое сокращение использования языка семьи в школе. Вот ваш подход, ваши намерения, ваши предложения о реформе, в какой степени вы с этим связаны? Не представляется то, что вы написали, нарисовали и доложили, замечательным проектом, который, как вариант, его можно принимать, послушать, здесь, в Сингапуре, в Сантьяго-Дочиле, в любой стране земного жара, и он будет неуязвимым. Но как это цепляет нашу страну и в конкретных заказчик образования в Латвии? Отличный вопрос, спасибо. Это даже не проект, это технология, которую я сегодня рассказала, поэтому содержание в нее можно положить любое. По опыту результатов форсайд-сессий, которые сейчас мы пока не презентуем, потому что итоговая форсайд-сессия будет 15 сентября, презентация карты 22-го, то родителями выделяется в отдельный класс проблемы сохранения идентичности и образования на русском языке. Она имеется. Более того, сейчас в социальных сетях Facebook запущена, как мы ее назвали, игра для того, чтобы еще раз проверить спрос и как родители формулируют запрос на русский язык. И таким образом сейчас у меня есть свое мнение, как у человека русской культуры, ребенка, который, в общем-то, воспитывается в русской культуре по этому вопросу. Но давайте мы немножечко обождем. Вот мы, по-моему, это исследование до 12 сентября запустили. Посмотрим, что скажет люд. Магарита, у меня такой вопрос вверх. Я не совсем согласен с позицией о том, что учителя это лузеры. Моя одноклассница сейчас преподает в школе для... Я не лузер, я не лузер. Нет, я говорю, что педагоги, на самом деле, это потенциально очень ситуированное глупо общество. Человек без педагогического образования, специализированного, получает науки 950 евро. После того, как она получит дополнительное педагогическое образование, она будет получать свыше 1000 евро. Но зная, сколько в Германии получают учить, 4500 науки, я могу сказать, что у нас есть еще большие резервы для роста. Поэтому есть связи с этим вопросом. Как ты считаешь, может быть, стоит каким-то образом находить общие места с профсоюзом образования и науки? Мы приглашали их на наши форсайт-сессии. Пока что они нам ничего на это не ответили. Я предполагаю, что сейчас тот период, когда всех людей делают уже не только по языку, но и по политическим партиям. Поэтому я надеюсь, что после выборов мы начнем с ними сотрудничать уже по содержанию. Что касается лузеров-педагогов, нет. Я хотела сказать то, что сегодня ситуация в образовании такая, что педагог не является профессией, которая притягивает к себе молодых ребят для поступления и изучения. Еще вопросы? Очень приятно, Кирилл. То, что мы находимся в четвертом десятке в образовании, откуда этот данный и на какой мы можем претендовать? Претендовать можно уходить на первое. Это обобщение результатов международных исследований качества образования, пиза, анализа текста. Есть ряд международных исследований качества образования, в которых Латвия принимала участие. Есть эти результаты. Сколько всего стран? Стран? Сколько там? 75 стран. Еще вопросы? Еще вопросы? Кто там на разных конкурсах? Почему цусинцы? Я в мире, что он будет лучше. А кто принял участие? Это надо смотреть анализы международных исследований, которые независимы. Итак, я вижу вопросов у нас нет. По расписанию у нас сейчас кофе-брейт. Вы можете выйти. У нас там стоит кофейный аппарат.